Дуру! На прошлой неделе в интернете появилась громкая новая, заставившая мое сердце биться быстрее. Meizu возвращается! Эти новости фейк! И я углубился в изучение этого вопроса, чтобы выяснить всю правду. В чем новость? Согласно слухам, в октябре в Москве нас ждет презентация новых устройств Meizu. Сразу разочарую, ждать там флагмана 16S не стоит. На всякий случай, мало ли ты уже забыл, что это за компания. Сейчас все расскажу. В августе в Китае компания показала прекрасный флагман, который внешне похож на предыдущий. Но при этом получил ряд существенных изменений. Дисплей 6,2 дюйма, AMOLED. Процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Камера тройная, 48, 20 и 16 мегапикселей. USB, Type-C, Bluetooth 5-го поколения и даже NFC! А вот это неожиданно! Раньше бы Meizu, признаться, захотел. А цена так вообще радует. Но если у нас и появится, то стоить будет дороже, чем OnePlus 7 Pro. А это уже спорно, учитывая положение компании. В Москве же в октябре нам покажут какие-то бюджетники. И это будет презентация не официального офиса, а дистрибьютора. Помните мой ролик про Lenovo? Официальный представитель компании Lenovo в России, Александр Катаев, сообщил РБК, что знать ничего не знает о компании Mobility. Не ожидал? Есть ощущение, что я втираю какую-то... Вот тут такая же ситуация. А в качестве дистрибьютора выступает компания Yelco. На самом деле, о сотрудничестве они сообщили еще в марте этого года. Продукция Meizu в нашем продуктовом портфеле – положительный момент как для наших партнеров, так и для конечных пользователей. Яркие, самобытные устройства, обладающие прекрасным дизайном и отличными характеристиками, ставят Meizu на один уровень с признанными лидерами рынка. При этом, Meizu на текущий момент занимает сравнительно небольшую долю на российском рынке и имеет прекрасный потенциал для роста. Мы рады начать сотрудничество в качестве официального дистрибьютора именно сейчас и рассчитываем на долгие и взаимовыгодные партнерские отношения. А также надеемся, что наш опыт и профессионализм поможет Meizu значительно увеличить продажи на российском рынке. На их сайте уже можно приобрести Meizu M6 Note, M8s, M6t, Note 8, 16-й флагман и другие модели. Елку также поставляют смартфоны брендов Xiaomi, Vivo и Nokia. Поэтому, как бы хорошо новость не звучала, нас ждет обычное посредничество. Но все равно интересно, какую цену поставит продавец для розничного покупателя. И если нас снова ждет наглость барыг, то ничего хорошего не выйдет. Придется, как и раньше, покупать на Алиэкспресс. Но, несмотря на мою любовь к компании Meizu, должен сообщить, что дела у компании идут не очень. За первую половину года компания закрыла почти все магазины в Китае, сократила 30% сотрудников, а также из компании ушли ряд топовых менеджеров. И это все, несмотря на вливание средств со стороны государства. Хотя, возможно, это та самая чистка, которая была необходима. NFC же завезли. Подписание дистрибьюторского соглашения с ЕЛКО. Для нас важный шаг в развитии продаж Meizu на российском рынке. Смартфоны Meizu последние несколько лет пользовались заслуженной популярностью у российских потребителей. С помощью новых высококачественных моделей, которые будут анонсированы в ближайшее время, мы планируем поднять узнаваемость бренда Meizu на новый уровень. Мы надеемся, что опыт и профессионализм ЕЛКО поможет нам в достижении наших совместных целей. Чуть не упал. Предлагаю обсудить это в комментариях. Бро, не забудь поставить лайк и тыкнуть в колокольчик. Правда? Если понравилось. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok